Итак, сегодня поговорим про фундаментальный анализ компании FUSAGRAM. Я хочу сделать акцент на ее перспективах и обосновать, на фоне чего ее рыночной капитализации и повышение дивидендов будет в ближайшее время. То есть, какие будут основные драйверы для этого мотивационного, скажем так, роста. Начнем для начала с фундаментала компании, а именно давайте с ее бухотчетности за 2019 год по сравнению с 2018. Так, смотрите, в 2012 году, вот видите, 2019 год, первый квартал идет, второй квартал и третий квартал. Момент. По итогу 2019 года, за 9 месяцев, накапливающимся итогом, компания за 9 месяцев 2019 года заработала в 2 раза больше, чем общая годовая прибыль 2018 года. Вот смотрите, 42 миллиарда 707, 22 миллиарда 135. В 2 раза прибыль эта компания выросла за 9 месяцев 2019 года. Это первый сигнал к тому, что потенциал от компании есть. То есть, она пользуется активным спросом не только в РФ, но и в первую очередь во всех внешних рынках мира. Это Латинская Америка, Африка, Азия. Это первый сигнальчик. Второй сигнал. Наставник Путина, Владимира Владимировича, как говорится, давным-давно приобрел еще в ФосАгро 10% этой компании. Это второй сигналчик к тому, что эта компания актуальна еще среди круга лиц президента. И держат, что они, как я понимаю, эту компанию уже спустя 8 лет после ее приобретения. Вот этим человеком 10% доли в этой компании. То есть, видят они непосредственно потенциал, плюс они получают с нее еще дивиденды, как пассивный доход. Это тоже немаловажно понимать. Потому что дивиденды в этой компании, они хорошие. И платятся они каждые 3 месяца, то есть каждый квартал. Укажу первый момент по поводу дивидендов. То, что сейчас утвердили дивиденды, где-то будет девать сечка 31 января 2020 года. 48 рублей за акцию. Это дивиденд, рассчитанный за 4 квартал 2018 года. А когда будут рассчитывать во 2 квартале 2020 года, в 3 квартале, в 4 квартале 2020 года и в 1 квартале 2021 года, будет рассчитываться непосредственно прибыль по итогам 2019 года. То есть, по квартальный расчет будет производиться. И я полагаю то, что все-таки в июне, в июле, в октябре и в январе 2021 года, то есть, с 1-го 2020 года и потом 2021, дивиденд будет выше тех цифр, которые указаны здесь. Это вот тоже третий сигнал к тому, что акции перспективны. Опять же, на фоне того, что компания, как говорится, заработала сейчас прибыль наиболее рентабельно высокую, по сравнению с чем с 2018 году. Это тоже третий сигналчик уже к этому. Далее непосредственно разберем общий фундаментальный анализ этой компании. Смотрите, выручка из года в год растет. Это говорит о том, что ее деятельность рентабельна на российском рынке и на рынке международом. В первую очередь, это Латинская Америка, это Бразилия, это Аргентина, это прочее. Потом идет Африка, потом идет Азия. Тем более, сейчас собирается, производится экспансия на эти рынки мировые, где будет там ФосАгры продавать свою химическую продукцию для сельского хозяйства. Далее, и беда в этой компании, вот видите, она тоже из года в год, скажем так, наращивается. Ебеда – это прибыль до вычета налогов и прочих издержек. То есть, она активно наращивается. Это реальный плюс для компании. Третий аспект. Далее, чистая прибыль, она из года в год входит, скажем так, в своем боковике. То есть, например, за этот год чистая прибыль будет выше, чем за, к примеру, в 2018 год. Это, ну, пока это хороший плюс, скажем так, для этой компании. Далее, дивиденды, выплаты, они здесь, ну, они не из года в год растутся, но они растут непосредственно пропорциональной прибыльности этой компании. То есть, чем выше прибыль, тем выше дивиденды. То есть, компания готова раскошелиться со своими акционерами большей частью своего, скажем так, процента от прибыли на выплату акционеров. То есть, они в этом плане не жадничают. Это дикий плюс, это реальный плюс. Ну, и на фоне чего дивидендно-доходность за этот год, вероятно, составит 9,3% годов. Но это, опять же, предварительный расчет, общий расчет. Мы узнаем тогда, когда они будут объявлять дивиденды каждый квартал. То есть, каждого квартала будут объявлять дивиденд. То есть, сейчас они объявили за первый квартал 2020 года, по итогам четвертого квартала 2018 года. Вот, они, дальше они летом объявят дивиденд за первый квартал 2019 года. И он будет, скорее всего, повышенный. Потому что за первый квартал 2019 года компания заработала в разы больше, чем за первый квартал 2018 года. То есть, вот вам, как говорится, факт тому, что дивиденды будут, скорее всего, даже на процент 95, даже 99 повышенный. Это привилегия. Далее, капитальные затраты в этой компании, они остаются, ну, опять же, в боковом диапазоне. То есть, там 42, 40, 35, 38, 40 миллиардов рублей. То есть, это абсолютно никак компанию не заставляет урезать, скажем так, главную, главную, как бы, долю пирога от дивидендов. Все сбалансировано. В этой компании реально баланс идет. Просто все идеально сбалансировано. Ну, расходы на персонал, они, естественно, будут расти, потому что в этой компании приходит работать все больше и больше людей. Это, само собой, это очевидный факт. Долг в этой компании, он уменьшается. И при этом, смотрите, повышается балансовая стоимость этой компании. То есть, это, это реально плюс. То есть, компания, она не будет раскошеливаться на выплату долгов в первую очередь. То есть, если бы, смотрите, если бы, например, долг был 126 миллиардов, да, остался бы такой. А баланс компании бы, не знаю, допустим, 60 миллиардов, к примеру говоря, да. Тогда, да, тогда была бы труба. В том аспект, чтобы дивиденды бы урезали и долю бы из них отправляли бы на погашение основной задолженности компании. Сейчас этого нет, сейчас баланс, паритет между чистыми активами и долгами. Реальный паритет, просто как бы линии слились, то есть, линия долга, линия баланс, они в одной плоскости идут. И в скором времени чистая активность, то есть, баланс будет выше долгов, потому что компания есть с чем долги типа погашать. Так что тут все не очень даже хорошо, я бы сказал, неплохо, очень неплохо. Далее, чисто технический, наверное, ну даже технический валютный внешний фактор. Смотрите, вот на что я хочу акцентировать ваше внимание. Сказал, конечно, я очень банально грубо, но все же. Смотрите, за 2000, когда был российский кризис, 2013 по 2015 года росла капитализация компании, когда все остальные компании у нас в РФ падали, вообще все падали. О чем это говорит? Говорит о том, что фосагра коррелирует с долларом. Видите? Тоже. Рос бакс там с 13, да, ну даже вот с 13, да, по 2015. И фосагра рос вместе с ним. То есть, когда будет новая девальвация рубля, то фосагра будет расти очень быстро в своей капитуляции. Смотрите, здесь тоже есть такая техническая фигура, наверное, я просто уже, ну, частенько ее использую для понимания, скажем так. Такая техническая фигура, которая называется вымпел, да, то есть, наверное, слишком много я ее использую в этом обиходе. То есть, вот сейчас ее поставим так. Но она тоже имеет место быть, на самом деле, потому что все технические паттерны, они срабатывают за счет тоже внешнего фона. Смотрите, в чем факт. Это такой же вымпел есть на долларе. Технический, просто технический фактор. И эти вымпелы, они имеют свойство выбиваться вверх. Это в 95% случаев всегда так происходит. 95% это реально. Остальные 5% это тупо форс-мажор. И смотрите, в случае, когда начнется девальвация рубля, такая сильная девальвация, то фосагра вырастет на этот флагшток, на 55%. Вот от нынешних, к примеру, уровней. А это, к примеру, получается 5500 рублей за акцию. То есть, я к чему веду? Я веду непосредственно к тому, что чем будет раньше девальвация рубля и чем она будет жестче. К примеру, если рубль будет по 100, то есть доллар будет по 100 рублей. Ну, условно говоря, я не говорю, что так будет, я говорю условно, просто. Там, в случае какого-то нового такого кризиса, то фосагра очень легко может пойти вверх. Как вот тут девальвация рубля была на 30, а то и 50 рублей. В моменте даже мы и доллар видели по 80 рублей за... То есть 80 рублей за доллар. И, к примеру, если плюс-минус подобное повторится, да, то фосагра может спокойно улететь там и на 6000 даже. Естественно, потом будет коррекция, но потом она будет торговаться на новых эшелонах для себя. То есть, так как она получает прибыль в баксах, она конвертирует их в рубли. И чем дороже доллар, тем выше прибыль в рублях. Отчитывается она непосредственно перед нашими, скажем так, налоговиками в рублях. То есть, логично. И основную часть прибыли, большая часть, она оставляет себе фосагра. И чем повторяется дороже доллар, тем больше прибыли она будет получать. И тем быстрее ее цена капитализации, она вырастет. Вот. Это тоже необходимо понимать. Далее, с точки зрения еще теханализа, скажу одно, что эта компания ходит в своем боковике. Вот. Вот видите, боковик. Идет у нас с 2016 года. Примерно с октября 2016 года. Да, это 100%. После выстрела она вернулась на этот эшелон. Тут начнет торговаться. Вот. Скажем так, то, что здесь идет набор позиций. То есть, вот видите, в боковике иди туда, туда, туда. Ложные проколы. Ложные. Опять вверх, вниз. И сейчас, смотрите. Сейчас акция стоит на середине своего боковика. На поддержке исторической. Вот видите, я ее провел здесь. Вам показывают. Она была сопротивлением. Была поддержкой. 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 Сопротивлением. Видите, ложный пробой здесь был. Вот он, ложный пробой. Опять была она с сопротивлением. вот а пардон поддержка была здесь сопротивлением здесь сопротивление вот ну и сопротивление точнее поддержка ну и еще сопротивление было в чем факт факт в том то что в случае пробития вот этой поддержки акции спокойно на 2200 здесь даже 2275 вот здесь в этом диапаз можно спокойно подбирать вот она себя уже как в боковике зарекомендовала и к примеру можно спокойно подбирать даже на половину я думаю капитал как можем было бы поступить потому что этот это акция навредить защитным активом реально защитно ким потому что в случае начала лихолетия на фондовых рынках она падать не будет будет расти бакс будет расти капитализация фасара вот в прямом смысле это уже при реально проверено временем то есть придет сюда к примеру вот сюда и она потом поет на верхнюю границу боковика а дальше просто смотреть по ситуации как себя бакс поведет будет быстрее девальвироваться ну значит будет быстрее расти и жестче расти капитализация данную компанию то есть все работа непосредственно в совокупности с другими инструментами в этой организации но как и вообще в любых других эмитентах это тоже такой немаловажный фактор поэтому в этой компании я реально вижу перспективу реальную перспективу фундаментальную я всегда ее обосновываю техническую вот и сейчас перейдем непосредственно последних новостях о том что он нам говорил говорил о правлении этой компании своих реальных планов которые уже осуществляются вот недавно выступала правлением этой компании ну там глава компании советует директоров и прочим они говорили одно что у них будет у них реально наполеоновские планы первый момент второй момент второй момент у нас а вспомнил экспансия на латинскую америку идет на бразилию аргентин то есть они отжимают долю в этих рынках вот долю в секторе сельского хозяйства есть там химиката продажи и прочее то есть это реально пользу спросом во всем сельхозе по большому счету это тоже необходимо понимать вот за счет этого доли рынку их там нарастает они еще отжимать долю рынка в африке и в азии то есть на фоне чего прибыли с компания будет постепенно наращиваться есть не по никакой пожимать не полную долю а какую-то значимую для себя часть потому что экспортеры то есть из америки из европы там не знаю из других стран вот из россии тоже экспортеров фосагра а это какой для себя значимую часть они отжимают это плюс вот и на фоне этой экспансии латинскую америку в африку в азию их чистой прибыль будет наращиваться в первую очередь за счет экспорта их продукции на внешний рынок то есть они и в российском рынке продают еще раз говорю и в россии есть у них продукция но первую очередь экспорт это экспорт дать это как артерия данной компании как сердцевина вот например вот наверное все смотрели фильм терминатор да придет спасить помните последнюю сцену в конце фильма когда терминатор псевдо человек маркус райт дрался с т-800 со шварценеггером да и помнить когда шварценеггер ударил его по сердцу да этот псевдо терминатор он вырубился сердце остановился вот то же самое и здесь экспорт это сердце фосагра первую очередь ударит по экспорту будет труба но удара по экспорту не будет по крайней мере никакого почему первую очередь данная компания для государства она является привилегированной во всех отношениях то есть и фосагра и государства в ней реально считаются я вот отвечаю сейчас тем кто меня спрашивал по тем того а не боитесь ли вы михаил что вот фосагра государство по тебя подомнет она уже подмята в прямом смысле подмята уже есть интересы фосагра интересы очень государства на фонд сельского хозяйства они они лоббируют через фосагра вот вам а то ответ на этот вопрос и эта компания она уже как говорится находится вдоль из государства поэтому нет такого страха вот и на фоне чего экспорт он не будет ущемляться никак внешние рынки экспансию фосагра привет в любом случае она она уже их проводит понимаете уже поэтому в этом тоже я не вижу как-то переживать и вот еще момент хотел бы я сказать вот смотрите меня тоже спрашивали по теме того почему я не говорил то что вот фосагра 100 там 12 тысяч рублей за акцию в 2011 10 11 годах отвечаю я не говорил не знал то что мне не хотелось говорить об этом вот об этом большом гэпе не за то что я пытался как-то скрыть нет тогда политика компании совершенно иная была она была как амеба в прямом смысле как тупо как амеба в то время то понимаете да вот так где она вот когда она вот 2000 по моему 13 года вот где-то в этом диапазоне политик компания начала меняться просто изменяться от реально изменяться просто вот начали компанию ее взяли как говорится за причиндала до рукава свернули и начали тянуть понимаете и тянули 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 и в итоге вытянули и теперь мы имеем теперь мы то что имеем сейчас это заслуга предыдущих лет предыдущих лет правления этой компании то есть я вам говорю сейчас тут наглядный факт о котором стоит реально задумываться и реально брать его в обиход потому что непосредственно раньше политика была еще раз говорю амебны вот здесь здесь она изменилась то есть они стали выстраивать свою политику экспортом скажем так экспортом ориентированную но на фоне чего видишь полноценную экспансию рынков мировых в лице фоссагра ну вот вот вам как бы и ответ на вопрос наточены претензии которую мне некоторым писали как бы хоть и на претензии не радикально но я думаю стоит эту претензию было расчехлить и рассказать непосредственно потому чтобы было понятие того что ну что в компании реальные изменения были и вот теперь мы видим то что мы видим как бы наглядно факт того что есть поэтому по данной компании меня абсолютно позитивный взгляд вот я ее тоже последнюю неделю конкретно изучал даже последние пару недель когда мы впервые поговорили о ней на прямом эфире вот я еще до эту тоже изучал и смотрел просто какие-либо сельскохозяйственные секторы какие такие вот производные от сельхоза каким там продукции прочее что-то востребован и попалась она и потом когда начали говорить на прямом эфире тоже фоссагра это знак понимаете это реально знак и потом когда тоже я начал уже глубоко изучать я увидел то что а это компания реально пользуется спросом надо брать ее в оборот пока на в боковике своем хоть понимаете когда она будет с боковиком на три тысячи на три с половиной на пять тысяч рублей за акцию может на 6 даже том и и по тем ценам будет не рентабельно брать тем более еще раз говорю набор позиций вот акции уже происходит а извините меня большие как бы спекулянт но не спекуляции большие инвесторы они годами собирают позиции тоже был хороший потом профит с нее газпром к примеру там позиции собирали с 2000 с 2013 по 2019 6 лет собирали позиции там 6 лет понимаете и в итоге собрали акция выстрелила но то же самое здесь позиции уже собирать непосредственно с 2016 года уже три года сбор идет это я не опять же беру не с потолка там из не выдаю как бы желаемое за действительно не там никакой методами дядя митя метом в подъезде будучи бухом состоянии сказал мол типа мол и михалыч фосагра вырастет бери покупать пока десла нет а с точки зрения фундаментального факта с точки зрения непосредственно ее рентабельности точки зрения ее экспорта ориентированности эта компания вырастет это вопрос времени когда это произойдет и чтобы не пропустить этот рост я считаю что позиции нужно убирать именно в этом покойки я лишь об одном жалею первый момент то что я не покупал ее к примеру в лично я 17 году когда она стоила 1700 кодовить ее шипом месячного графика пробивали ну там уж был сброс ну не сброса сбивание стопов или прочее но здесь реально как бы был шанс пойти но бог с ним потому что еще как говорится этом тоже все заработаем поэтому в обиход тут компания что стоит брать даже то чем мы уже взяли ее потому что стратегически ориентированная она вот и поэтому знаете главный факт сонду что эта компания не она не политическая это не как газпром тут политики никакой нету здесь тупо бизнес 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 это это реально плюс прошу была бы есть политика как газпроме это было бы плохо понимаете если бы газпром курин был бы ориентирован не политически первый момент а бизнес идея была бы мне как-то приводного теки до газпрома сейчас он 250 рублей за акцию а 450 с 550 700 может даже 1000 рублей за акцию как на ватэк пример на ватэк это тем более не не ориентирована под политику от газпрома ориентирована а вот фосагра к примеру не ориентирована поэтому вниз спрос реально есть мы это видим уже сейчас и дальнейший потенциал выхода из бкк он будет понимаете будет вопрос времени может это будет в двадцатом может будет в двадцать первом не могу сказать я не буду ванговать но когда начнется радикальной девальвации рубля вот когда прям рубль будет обваливаться когда например бакс будет что там 70 75 рублей за доллар там не знаю там 80 там дай бог чтоб 90 стоит там можно даже дай бог чтоб 100 рублей стоил за доллар рубль ой доллар ну короче рубль-доллар пару рубль-доллар тогда увидим реально выстрел фосагра прям дикий выстрел за боковика это это будет просто вопрос времени когда но с учетом того то что сейчас внешне конъюнктуры рынка нам ухудшается это необходимо понимать то что куе сейчас только единственный мотиватор того то что он сейчас рынке по сути и растут тем более тоже хорошая новость по теме того то что девальвация в латинской америке и национальных валют идет то есть почти на 20 процентов за два месяца чилийский пес девальвирована то очевидно было это к помощь на грани дефолта по большому счету стоит поэтому девальвация там она очевидна но в россии на 20 процентов пока такое думаю не будет вот но девальвация в любом случае будет вопрос когда вопрос тупо вопрос времени девальвация рубля естественно вот а так идет практически все валюты стран латинской америки ну и подобные ситуации происходит например в колумбии а необходимо поймать то что латинско-американские рынки это ну короче бразильский в первую очередь рынок это мотиватор для рынков развивающихся на фоне чего растут и уже непосредственно иные развивающиеся рынки первый момент из этой пьесы и очевидно что крупный капитал покидает латинскую америку и все это происходит на фоне куе от фрс и ецб и очень старающийся момент вот и я с чем согласен с людьми да то что в рф в этом году вы там как прекрасный лебедь согласен реально согласен на фоне остальных развивающихся стран и очень сильно автор этого пассата на что в двадцатом году будет таким же бакоприят для российских актив сомневается и я с ним реально согласен реально согласен что он правильный ушел сомневается почему потому что еще единственный фактор который подержится с рынке это куе от фрс в первую очередь ецб и япония и об этом уже не первую неделю говорю как она вышла начал об этом трещать 18 октября начала конкретно об этом говорить и когда его свернут а его свернут уже микаши в следующем году вот пример смотрите трамп переизберется да на пост президента ему понасрать будет на это на рост фондовых рынков сейчас просто сейчас тянет чтобы переизбраться а если он переизберется все будет обвалится он вырубит скажет мол павел дурак вырубай все нахер мы деньги свои забрали там давай обваливаю обвалится и будет вам новую коррекция глобальная на фоне чего и доллар улетит вверх по отношению к рублю к примеру да вот евро по отношению к рублю и фосагра улетит вверх по отношению вообще ко всему потому что он за счет доллара растет вот поэтому тоже необходимо понимать серьезно что двадцатый год я еще раз я еще раз говорю еще раз говорю держит надо держать капитал держать 50 процентов своего капитала либо в кэше господи либо фосагра либо в долларе либо там под подушку либо в чулке у бабки такой либо в вкладе в банке наплевать но эти 50 процентов от капитал это стратегически важная сумма на фоне которой в один форс-мажорный момент времени вы сможете покупать акции дешевые я считаю не с потолка беру я сейчас беру в совокупности тех факторов какие есть и об этом я говорю не первый день не первую не первое видео не первую торговую сессию то есть как говорится будьте сами себе на уме и в первую очередь развивайтесь в этой деятельности сами потому что вам сейчас как говорится точнее сейчас всей толпе людей говорят что все на рынках хорошо что все растет там не знаю в германии рецессия завершена не знаю банки там вышли из полной задницы а да нихера подобного германия германия извините меня она все равно с это еще на лезвие ножа полезно же ходит любое как бы баланса направо либо налево это равносильным падением этот цук-цванг как в шахматах понимаете как вот любой ход любой ход это в ущерб тебе будет любую черном человек который делает вход понимаете и вот о чем считается сейчас творится и с но с подобными активами то что фонда в рынке вот как просто один человек написал вот цук-цванг прямо классное слово вот реально классное определение тому что есть вот когда в это прямой эфир делать идеальное определение поэтому просто держите капитал 50 процентов ну от капитала дам как бы в резерве остальные 50 процентов может спекулировать там не знаю не знаю покупать продавать может держать по нынешним ценам хрен знает к уже на ваше усмотрение но еще раз говорю 50 процентов нужно держать в любом случае придет тот день этот день близок я не я щас не армагеддонию я просто предостерегаю непосредственно от того что когда отрубится куе вот именно когда завершится количество смягчения центральных банков мира тем более сейчас ставку в рефинансирование фрс он не собирается понижать он говорит уже они не хотят только трамп на них давит а трамп не понимает того что если они понисть до нуля либо до отрицательного значения будет труба вот будет дефляция а дефляция это 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 плохо это очень плохо и не дай бог от дефляции пострадает пострадать сша пострадает весь мир извините меня отголосок бы по всем и фонда в рынке будут валиться все будет валиться нахрен все все упадет поэтому тут необходимо просто держать как говорится голову свежий надежный как как огурчик да вот как мента с таблеткой это ну или как не таблетка это шляпа эта хрень короче поняли вот и просто быть насторожим и особо не доверять никому кто вам говоришь на фондовых рынках все хорошо на фондовых рынках ни хрена не все хорошо все хреново подошли они держат только только за счет куе еще раз когда будет падать рубль будет расти фосагра потому что будет расти бак своей цене это тоже необходимо понимать и воспринимать серьезно потому что я я обмануть никого не собираюсь и не стану вот я вам говорю по факту что есть и как говорится иметь свою голову на плечах и делайте сами уже свои выводы вот думаю на этом все 27 минут уже я говорю про фосагра доллар и внешнюю политику экономику пора боже закругляться на этом все подписывайтесь на канал саймонов биржевик канал о рынке акций плюс ко всему у нас еще есть телеграм-канал в поисковике которого можете забить вот собака стокфайкер да и выйдет телеграм-канал саймонов биржевик официальный телеграм-канал где у нас более трех тысяч человек подписан то есть здесь у нас новостная аналитика обзор рынка ну так же пишем как бы так же я пишусь определенные сделки по инвест идеям и по прочей этой теме биржевой вот то что вот указан здесь то есть там стаканы биржевые там ну и прочее ты шляпа чем я даже видеоролики говорю вот этот наш канал он официальный даже написано официальный телеграм-канал вот на него подписывайтесь и себе спокойно получайте уведомления по телеграм по рынку и по прочей этой теме также господа и дамы если вам помогают данные видеоролики адаптироваться на фондовом рынке то есть помимо инвестии там еще обучающие видео я выкладываю по фундаменталу акции по техническому анализу по биржевому скан как его правильно читать и прочие азы рынка если вам это реально помогает и вы уже теоретически пожинаете плоды этого обучающего момента то можете поддержать принципе канал финансов как говорится дело это добровольное но по крайней мере я буду знать то что труд производимый мной он совершается не напрасно а помогает тем людям которые его канал которого смотрят то есть данном случае наш канал саймонов биржевик на этом все благодарю за внимание и до свидания